Дорогие братья и сестры, слава Богу! Для своего вашего внимания я хочу прочитать в этот торжественный день слово из Евангелия от Матфея, из 21 главы, из 8 по 9 стишок. Евангелие от Матфея, 21 глава, 8-9 стишок. «Множество же народа постелали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постелали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Ассанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господня! Ассанна Вышних!» Мы сегодня празднуем праздник, который в нашей культуре, в нашем народе называют «Вербное воскресенье». В Европе его называют «Пальмовое воскресенье». Также пишут и что «Торжественный вход, въезд Иисуса Христа в Иерусалим». Но это особый день. Во-первых, как я уже сказал, потому что он связан с торжественным входом Господа Иисуса Христа в Иерусалим. А во-вторых, что именно с этого дня начинается Страстная Неделя. В это время особых переживаний для Иисуса Христа и Его учеников. У этого дня есть еще одно важное значение. Он стал точкой исполнения величайшего Божьего обетования. В этот день Бог представил Израилю царя, обещанного Мессию, потомка Давида. Большинство людей в этом мире не понимают суть этого величайшего события. Даже в этом городе, в котором мы проживаем, мы видим, что мы ехали в служение. То многие люди просто занимаются своей работой домашней, не подозревая, что же произошло в этот день. Но мы не должны удивляться, это одна из уловок Лукавого, желающая отвлечь людей от истинного значения этого дня, от истинного праздника. Временами люди заменяют веру своей веры, жизнь по Библии, обрядами и религиозностью. Немного истории. Предполагается, что этот праздник впервые был утвержден в городе Святом Иерусалиме. Праздник древний. И, скорее всего, его стали праздновать спустя несколько столетий после смерти нашего Господа Иисуса Христа. Впервые упоминание об этом празднике мы находим у отцов церкви, которые жили в IV веке, у Амвросия, епископа Миланского и Епифания Кипрского. Изображение этого праздника находят на сарковках, которые датировались IV веком. К концу VII века этот праздник окончательно закрепился в западной цивилизации и начал называться как «Пальмовое воскресенье». А как же у наших народов? Как же у славян? До Петра I в этот праздник совершалось так называемое «Вшествие на осляте». Этот обряд был заимствован Византийской империей. После праздничной службы от храма Василия Блаженного с Красной площади на Соборную площадь Московского Кремля проходила специальная процессия, которая изображала этот праздник. Патриарх следовал в ней, сидя наверхом на лошади. Но, правда, удивительно, лошадь всегда замаскировалась под ослика. И тут же этого наряженного ослика или лошадь под усцы вел сам царь империи и душки, который шел пешком. И это событие происходило вплоть до 1678 года. Но потом начались новшества Петра I, и этот обряд был упразднен. У народа был обычай слегка ударять друг друга вербой. После заутрни, в которые детей не брали, не водили, родители, придя из церкви домой, поднимали легким ударом деток, легким ударом вербы, проговаривая, верба хлест, бей до слез, не я бью, верба бьет, будь здоров, как верба. Помните с Украины или с Белоруссии? Это так и было, я помню. Конечно, верба не имеет никакого значения по отношению к въезду нашего Господа в Иерусалим. Мы же знаем, какой климат в Израиле. Там очень жарко, и никакая верба там никогда не росла. Вход в Иерусалим – одно из главных событий последних дней земной жизни нашего Господа Иисуса Христа. И оно описано всеми четырьмя евангелистами. Но задолго до них об этом событии говорилось в пророчествах, которые исполнились до мелочей, доказав, что Иисус из Назарета действительно обещанный Мессия, который пришел на землю для спасения грешников. Начнем с книги Бытия и пророчества Иакова, которое он сказал своим сыновьям, что ждет каждого из них и их потомства. Вот что было сказано об Иуде. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресил его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего, и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою, и в крови гроздей одеяние его». Читаем мы в книге Бытия, 49 глава, 10-11 стих. Это пророчество начнет исполняться, когда Давид становится царем. И начиная с Давида до Вавилонского пленения, скипетр действительно находился у колена Иуды. Потому что все последующие правители иудеи происходили из этого колена или из верного ему колена Левия, пока Иудея не стала провинцией Римской империи. Это как раз произошло перед рождением нашего Господа Иисуса Христа. Иудея не была обложена налогами, как всякая другая провинция. Ко времени смерти Иисуса иудеи считали, что у них нет другого царя, кроме Цезаря. Другое пророчество цитирует сам Иисус. «Когда пересвященники и учителя закона обращаются к Нему с претензией к тому, что дети восхваляют Его, и сказали Ему, слышишь ли, что они говорят? И Ишу же говорит им, да, разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». Читаем мы в Евангелии от Матфея, 21 глава, 16 стих. Мы видим, что Иисус Христос процитировал им слова пророчества Давида, которое было записано в 8 псалме, 23 стих. Все в точности произошло, как писал Давид. Заметьте, за тысячу лет до этого события. Здесь через детские уста, которые еще мало что понимают, прославляется Бог и исполняется пророчество. Ну и, конечно, самое знаменитое пророчество, которое описывает последний въезд или вход Иисуса Христа в Иерусалим, мы находим у пророка Захарий. Мы знаем, что Захария родился в Вавилонском плену. И, вернувшись из него, в Иерусалим говорил Божье Слово своему народу. «Ликуй от радости, чёрь Сиона, торжествуй, чёрь Иерусалима, стец царь твой грядёт к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом ослице сыне подъяремный». Читаем мы в книге Захария, 9 глава, 9 стих. Эти слова были написаны пророкам за 500 лет до их исполнения, и они исполнились в буквальном смысле. Если мы заметим, книгу пророка Захарии считают самой мессианской в Ветхом Завете. Вопрос, почему? Потому что более 40 раз в Новом Завете мы можем найти упоминание о пророчествах Захарии. Теперь давайте вернёмся на 2000 лет назад по дорогу из Рейхона в Иерусалим, по которой Мессия, наш Господь, приближался в этот день к своей столице. Важность этого события можно оценить потому, что это событие подробно описывают все четыре евангелиста. Самое подробное описание у Луки. Въезд в Иерусалим Иисус Христос начинает именно из Иерихона. С одной стороны, удивительно, это проклятый город. Мы знаем, что было так, но он начинает въезд именно с Иерихона. И мы читаем Евангелие от Луки, 19 глава, 1 стиха. Потом Иисус вошёл в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарий и человек богатый, искал видеть Иисуса. И Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо сын человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее. Для многих было очень удивительно, что Иисус выбрал не почтенную семью, а дом грешника и мытара. На разборе слова мы разбирали, что в те времена мытарь, эта должность была очень неуважаемой в еврейском народе. Почему? Потому что мытарь мало того, что собирал налоги для захватчика в Римской империи, но и, естественно, когда человек находился на такой должности, хорошую часть он присваивал и себе. Ну, я бы не сказал, в наше время эта должность считается очень почётной и очень доходной. У евреев нет. Мы видим, что все люди, которые окружали его ученики, начали осуждать Иисуса Христа. Почему он общается с грешником? Иисус, когда пришёл на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». Мы видим, что Сын Божий посчитал, что Закхей подходящий для Царства Божьего человек. Он видел его сердце. В Евангелии от Марка в 10 главе на выходе из Рихона сидел слепой Вартимей. Ему запрещали кричать Иисусу, но он кричал, «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Но Христос, подойдя к нему, сказал, «Празри, вера твоя спасла тебя». И это чудо изумительно воспламенило народ. Апостолы уже не сомневались в том, что Царство Божие должно вот-вот явиться. И они так уверили в этом, что Соломия, мать Иоанна Иакова, просила Господа посадить ее сыновей по правую и левую руку от своего престола. На что Иисус спрашивает их, «Можете ли пить чашу, которую я пью, или крещением, которым я крещусь, креститься?» И они простодушно отвечают, «Можем, учитель». На что Иисус им говорит, «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а вот сесть по правую мою сторону или по левую не я даю, а кому уготовано». От такой наглости ученики возроптали, всем хотелось почета и славы, всем хотелось занять почетное место около Христа. Далее процессия двинулась в Вифанию, которая находилась в трех километрах от Иерусалима. На противоположной стороне Елеонской, или еще как ее называли, Масличной горе. И остановились в доме у Лазаря. За столом, как мы читаем, прислуживала Марфа, а сестра ее помазала ноги и голову Иисуса нардовым дорогим миром. Кто возмутился? Возмущается Иуда, человек, который носил деньги. И самое удивительное, что ученики поддержали Иуду. На что Иисус сказал им? «Оставьте ее», сказал Иисус. «Что ее смущаете? Доброе дело сделала она мне, заранее помазала тело мое для погребения». Но печальный смысл этих слов ученики не поняли. Когда миновала суббота, Христос стал готовиться к въезду в Иерусалим. Этот въезд в Иерусалим проходит под знаком какой-то двухсмысленности. Если обратить внимание, у евангелистов Матвея, Марка и Луки это событие безоговорочно радостное, безоговорочно ликующее, а вот Иоанна совсем нет. Иоанн отмечает, что в толпе стоят люди, которые следят за Иисусом Христом, которые выслеживают Его. Они и Лазаря, ведь же тоже собирались убить, которого воскресил Иисус Христос. Мы видим, что первые евангелисты смотрят глазами народа, глазами обывателя, глазами толпы. А Иоанн показывает процессы внутренние, которые невидимы для людей. О них нужно было судить духовно. Евангелие дает нам представление, что происходило в момент въезда Иисуса Христа в Иерусалим. Приближался праздник Иудейской Пасхи. Все евреи истекались в Иерусалим, собиралось количество народа более двух миллионов, вы представьте, в один город. Сердца людей жили надеждой. Они слышали об Иисусе. Может быть, Иисус из Назарета тот самый долгожданный Мессия, который царь Израилев, который освободит нас от захватчиков, от Римской империи. Если мы очень внимательны, читаем Слово Божие, то статус царя Иисуса Христа был известен еще с момента его рождения. Пришедшие с Востока Волхвы кого искали? Царя Иудейского. Позже статус Христа проявлялся несколько раз за время его служения. Даже когда его распяли Иисус, распяли Иисуса, Пилат приказал повисеть табличку, табулум, где было написано, что Иисус Христос царь иудейский. Подтвердив, он знал Пилат, он был не глупый человек, что Иисуса Христа предали из зависти. И потому, чтобы насолить этим людям, он так и написал. Он знал на самом деле, кто был Христос, но послужил в угоду народу. Мы видим, что Господь в сопровождении учеников въехал из небольшого поселения Вифания и направились в святой город. Мы читаем Евангелие от Матфея 21 главы. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте. Они надобны Господу. Часто в нашем понимании осел глупое и упертое животное. Даже людей иногда так обзывают. Но в израильском понимании было совсем не так. Это работящее и умное животное. Давайте вспомним Ветхий Завет. Во времена судей даже знатные и почетные люди, на чем ездили, мы читаем, на белых ослах. Это была какая-то особая порода. И мы видим, что лишь при царе Соломоне появились лошади. При этом всегда эти животные и ослы оставались. В Ветхом Завете также мы видим, что упоминаются дети судей и Аира и Сифона, которые тоже ездили на слах. Но мы должны помнить, что во времена Иисуса Христа мир изменился. И мир уже опирался на римские ценности. Это значит роскошная должна быть колесница, должны быть белые кони победителей в войнах. Это совершенно другой мир, как бы мы сейчас сказали, цивилизованный мир. И потому царь на осле выглядел по римским понятиям совсем нелепо. Это был действительно признак необычайной кротости, о чем говорит и Писание. лекой от радости черсиона, все царь твой грядет к тебе праведный спасающий, кроткий сидящий на ослице и на молодом ослице сыне подъяремно. Итак, Иисус Христос на горе Елеонской. Как я уже сказал, эта гора еще называется Масличная. Она не слишком высокая, всего лишь 830 метров. Она поднималась с востока над Иерусалимом и была отделена под троком кедрон. На южных склонах находился Гевсимнадский сад, где молился Иисус Христос с вершины горы открывалась замечательная панорама города. Золотые ворота открывали прямой вход в храм. Пройдя через двор Соломона через красные двери, двор для женщин, мужской двор, двор священников, ходишь в святое святых храма. И тут тоже исполнились седьмины пророка Даниила. И Христос, спустившись с Масличной горы через Кедронскую долину и золотые ворота, вошел в Иерусалим, заметим, как царь. Читаем Языки Иерусалим. 44 глава, 22 стих. Пророчество. И сказал мне Господь, ворота эти будут затворены, не отворятся, и никогда человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев взошел ими, и они будут затворены. И действительно, очень серьезное пророчество. Золотые ворота на очень короткое время отворились, чтобы Иисус вошел в город, а затем снова затворились. Еще эти золотые ворота известны под названием ворота милосердия о молитвах в память о молитвах еврейских паломников, о милосердии к своему народу. Мусульмане верили, что именно победоносный захватчик войдет через эти золотые ворота, и потому они их замуровали, а доступ к ним перекрыли кладбищем. И мы видим, что к золотым воротам примыкает самое древнее в мире еврейское кладбище. Евреи верят, что именно через золотые ворота войдет спаситель, мессия, и тогда первыми воскреснут те усопшие люди, которые лежат ближе всех к избавителю. Кроме этого, эти еще ворота называют воротами вечной жизни. Мы видим, что Христос в последний раз входил во святой город, и вход его был необычайно торжественным. По Писанию мы видим, что ученики привели осленка, положили на него свои одежды, и Христос сел поверх их. Как я уже говорил, в это время множество паломников было в Иерусалиме. И мы видим, народ, увидев это шествие такое необычное, брал пальмовые ветви, чтобы выйти навстречу Христу. Другие же люди резали ветви с деревьев, постелали свои одежды и громко славили Бога. Люди, следовавшие за Христом, свидетельствовали, что вот этот человек, который воскресил Лазаря из гроба, и громко кричали, «Се есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вот наступил самый торжественный момент. Вход в Иерусалим, народ же предшествовавший и сопровождавший восклицал «Ассана сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Ассанна в вышних». Благословен грядущий во имя Господне, Ассанна в вышних. Это место встречается в 117-м псалме, 26-й стих. это были слова из псалма Давида, который Христос ехал, как мы видим, не на боевом коне, а на осле, представив символ мира. И мы видим, что своим последователям, ученикам и людей, которые окружали, он показывал, что царство его неземное, что царство его основано на чисто духовных принципах. Отовсюду неслось Ассанна, Ассанна в вышних. В толпе громко сломословили Христа, его ученики, люди, которые были слепые, хромые, мытаре, все, кто получил от Иисуса Христа истинную свободу, которые были исцелены. Никогда ничего подобного в Иерусалиме не было. И вот люди почувствовали, что наконец-то наступило царство Мессии. Им нужен был царь, который бы кормил их, исцелял, защищал сейчас и невзгод, нападение врага. Люди не просто резали ветви, не просто постилали одежды, а не ликовали от счастья, что Бог посетил народ свой. То, что люди шли за Христом, нет ничего удивительного, но что произошло в тот день, произошло все ожидания. Как я уже сказал, паломников было более двух миллионов. В народе начало звучать, Израиль, это твой царь, дочь Сиона, пришел твой спаситель и избавитель. Это был самый яркий день истории Израиля. Потому что никогда имя Иисуса с таким благоговением не произносилось в Израиле. Народ ликовал. Едва показалась залитая вечерним светом панорама, грянул мессианский псалом. Благословен царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних. Навстречу Христу бежали другие паломники, среди них были фарисеи. И когда они слышали осана сыну Давидову, они боялись, что может возникнуть в Иерусалиме восстание, бунт. И они начали говорить ему, учитель, запрети ученикам твоим. Но он сказал им в ответ, если они умолкнут, то камни возобьют. Однако, несмотря на то радостное возбуждение вокруг себя, лицо Иисуса Христа было печально. Он оплакивал город обетования. Он видел его судьбу. О, если бы ты, хотя и всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто от глаз твоих. И мы видим, что шум процессии приблизился к городу и привлек множество, множество людей. Паломники, когда их спрашивали, кто-то такой, паломники отвечали, вы что, не знаете, это Иисус, пророк из Назарета Галилейская. Иерархия была в смятении. Мир пошел за ним. Между тем, Иисус Христос проехал по праздничным улицам, сойдя со сла, вошел с учениками в ограду храма. От него ждали необычных слов, необычных поступков, но он молча зашел, посмотрел святилище, как царь, желающий осмотреть свои владения. Мы видим, что с приближением ночи он обратно отправился в Вифанию. Спутники Иисуса Христа, ученики, испытали разочарование. Ничего не случилось, не было никаких знамений. Одни, однако, не надеялись, что, приняв такие почести, наконец-то Иисус должен проявить свою мессианскую власть и открыть свои дальнейшие намерения. утром в понедельник он снова пришел в храм. Но вместо того, чтобы призывать к борьбе с язычниками, он сделал то, что и сделал три года назад. Он велел торговцам покинуть пределы дома Божии. И, вошедший в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали вертепом разбойников. Он потребовал, чтобы люди перестали нарушать закон, воспрещающий носить товары через двор храма. Кто находился на площади, и большинство из народа одобрили столь решительные действия Христа. И это было первое деяние Иисуса Христа, которое было открыто явлено народу, который окружал его. Это деяние было обращено против унижения веры. Вторым делом его стало исцеление больных, которые со всех сторон окружали Иисуса Христа. Дальше мы смотрим, что какова цель въезда Иисуса Христа в Иерусалли. Эта цель заключалась в том, чтобы публично объявить о нем каких мессии царе Израиля и исполнение пророчеств Ветхого Завета. Евангелист Матфей говорит, что царь, едущий на молодом осле, был точным исполнением пророчества Захарии. И мы видим, что действительно Иисус въезжал в свою столицу как победоносный царь. И народ приветствовал Иисуса Христа как царя в духе тогдашних традиций. Улицы Иерусалима, царского города были открыты перед ним. Иисус Христос как царь Он зашел к своему дворцу, не к временному дворцу, а к духовному храму. Потому что Его царство являлось духовным. Хотя для многих это было непонятно. Мы видим, что Иисус Христос принимает поклонение и хвалу людей, потому что только Он заслуживал этого. Мы видим, что Иисус Христос не запрещает своим ученикам молчать, даже детям, но кричать Ему хвалу и открыто славить Его. Расстилание одежд было актом почтения царской власти. Давайте вспомним событие 4 книги царств, 9 глава, 13 стих. Когда пророк сказал, что Иеуй будет царем, что делали? Снимали одежды и постелали перед Ним. Мы видим, что Иисус Христос открыто объявил людям, что Он их царь, что Он их мессия, которого они ждали. История входа Иисуса Христа в Иерусалим состоит из контрастов. И это уже урок для нас, верующих людей, 21 века. Это история царя, пришедшая как смиренный слуга на ослике, а не на коне, не в пышных одеяниях, а в бедной скромной одежде. Мы видим, что Христос побеждает не силой, как земные цари, а любовью, благодатью, милосердию. Его царство не царство армии побед, а смирение и служение. Его послание – это мир с Богом, а не земной мир, который окружает нас. Если Иисус совершил триумфальный вход в наши сердца, то в нашем сердце должна царствовать мир и любовь. Сегодня нам, как христианам 21 века, важно прознать Его не только царем Израиля, но и господином нашей жизни. И примириться с Ним еще что не так в нашей жизни через покаяние. И мы, как Его последователи, должны проявлять в нашей повседневной жизни качество нашего Спасителя. И тогда окружающие нас люди увидят, что действительно истинный истинный царь обитает в нашем сердце и с триумфом царит в нас. Аминь. Аминь.